приветствую! в этом видео лучшие кадры Луны через телескоп который мне удалось сделать на данный момент я покажу вам ту часть Луны, где наблюдалось большое количество аномальных и кратковременных явлений посмотрим на Юпитер, а также на объекты далекого космоса который удалось заснять новой астрокамерой еду на наблюдение наконец-то получается с телескопом выехать за город ночь обещали ясную, абсолютно ясную но уже 7 вечера я в пути и наблюдаю такую картину ветер сильный, местами просто порывы такие, что машину качает но вон она, вон она красавица Луна я начал устанавливать телескоп, но небо было еще в облаках в какой-то момент облака и вовсе закрыли Луну но нам с вами повезло облака ушли за горизонт и небо стало ясное причем состояние атмосферы в ту ночь оказалось довольно спокойным с хорошей прозрачностью воздуха в этот раз мы с вами смотрим на Луну в 4К качестве съемка моей новой специализированной астрокамерой у нее есть охлаждение до низких температур что позволяет делать детализированные снимки галактик, туманностей, звездных скоплений начну сразу с самого лучшего кадра, которым не удалось получить в эту ночь кратер Аристарх напоминает огромную чашу радиотелескопа самой яркой частью кратера является его центральный пик высотой 860 метров мы можем детально рассмотреть удивительное плато Аристарха находящееся посреди океана Бурь в этой местности Луны было замечено множество кратковременных лунных явлений проявляющихся в виде свечения, вспышек в тени появление ярких пятен, изменение цвета, помутнение и так далее когда в 1971 году корабль миссии Аполлон-15 пролетел над плато Аристарха приборы зафиксировали всплеск альфа-частиц их источником, скорее всего, являлся радон-222 радиоактивный газ последующие исследования кратера аппаратом Лунар Проспектор подтвердили выделение радона из его глубин Традиционно прогуляемся вдоль лунного терминатора сделаем остановки на интересных местах лунной поверхности а также продемонстрирую вам цветную Луну напомню, что видео в 4К так что не забудьте развернуть видео при просмотре на весь экран и проверьте выбранное качество в плеере при просмотре очень часто YouTube занижает качество воспроизведения также в моих видео можете увидеть параметры камер при съемке я часто указываю эти данные они могут помочь тем, кто недавно приобрел астрокамеру и изучает принципы астрофото пытается подобрать параметры для лучшего качества снимка но конечно в разных условиях съемки и через разные телескопы эти параметры могут отличаться Луна в эту ночь была в стадии роста к полнолунию 11-й лунный день расстояние от Земли до Луны в эту ночь составило 373 тысячи километров о цвете лунной поверхности отдельная обширная тема для обсуждения я вкратце напомню что поверхность Луны наподобие поверхности Марса устилает слой пыли который изглаживает, частично скрывает различия по цвету разных участков но все же, те цветовые различия, которые мы видим усиливая цвета после съемки и усредняя множество снимков говорят о лунной геологии об отличии в составе тех или иных участков Луны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ответ на вопрос почему в моих видео подписи на английском? потому что мои видео смотрят из разных стран мира Я думаю, что если у вас на клавиатуре есть русские буквы то есть и английские а вот у людей, живущих на других континентах не всегда и чаще всего нет русской раскладки на клавиатуре рядом с их родным языком соответственно, если я даю подпись кратера на английском языке то информацию о нем могут найти в интернете все и те, кто говорит на русском языке и те, кто говорит на других языках кроме того, напомню что намного больше информации об объектах космоса вы найдете если будете искать не только на своем родном языке но и на других языках этот этап я не знаю пользуясь как их Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Луна покатилась к горизонту, прячась за ветвями деревьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да! Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете посмотреть съёмки планет когда они были хорошо видны в хорошую погоду Крупные яркие планеты можно наблюдать в телескоп даже на закате или на рассвете когда небо настолько светлое что звёзды не видны И конечно с новой камерой я уже успел попробовать съемки объектов далекого космоса Но пока у меня хватило времени лишь на тестовые пробы Так как подобные снимки не получишь за пару минут или за час Нужно накопление света, многие часы и суммирование снимков Точнейшая настройка и установка телескопа Летом и осенью непременно продолжу подобные съемки Ну а что я делаю, когда наступает рассвет? Потихоньку собираюсь Если есть возможность все барахло не убирать То заказал на Алиэкспрессе вот такой классный брезент, чехол Он водонепроницаемый Если вдруг ты накрыл и утром пойдет дождь или роса или еще что-то Там пыль, песок полетит То в принципе и телескоп можно ставить под чехлом у кого свой двор или балкон Но я снимаю трубу, а оставляю монтировку в сборе со всеми проводами и так далее Чтобы уже этим заниматься, когда выспишься днем И накрываю вот так чехлом Оно потихоньку оттаивает, влага уходит, конденсат Вы конечно можете сами придумать такое дело Пошить принцип тут как пирамидка, как треугольник То есть есть змейка Но еще смысл в том, что довольно крепкая и повторюсь водонепроницаемая штука И в течение ночи я этим делом накрываю все свои остальные вещи И роса выпадающая не мочит мои вещи Рюкзаки, какую-то технику, мелочи и так далее То есть приловчился вот таким образом В течение ночи накрываю тем брезентом свои вещи Если что-то надо взять, пошел, поднял, опять положил А утром можно накрыть телескоп или монтировку Если вам понравилось видео, жмите лайк Подписывайтесь на новые видео и жмите колокольчик Чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках Делитесь ссылкой на видео со своими друзьями Ведь не у каждого есть телескоп И возможность него посмотреть на небо А я стараюсь для вас Всем удачи!